ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В Сирии на этой неделе вновь заговорили о применении химоружия. Сначала лондонская газета «Таймс» заявила о том, что британские военные впервые получили доказательства использования отравляющих газов в Сирии. Затем эту информацию подтвердил Израиль, а следом забеспокоились в США. Глава Госдепа Джон Керри заявил, что в случае подтверждения этих данных к Сирии будут применены новые санкции. От снабжения оппозиции оружием до введения бесполетной зоны. Важно, что власти Сирии предложили немедленно провести расследование инцидента при участии российских специалистов. Но представители оппозиции этот вариант отвергли. Видите ли, не верят они российским специалистам. В свою очередь Россия предложила провести расследование совместно с миссией ООН, но и это предложение до сих пор не принято. Зачем вдруг Западу потребовалось сейчас ворошить эту уже порядком избитую тему с химоружием? Вероятно, причина тому – военные успехи сирийской армии, которая смогла достичь значительных результатов в разгроме банд под Дамаском. Собственно говоря, это ведь уже далеко не первая провокация с химоружием. Равно, как и с обстрелом турецко-израильской территории, сбитым турецким самолетом и так далее. Странным образом, всегда они совпадают с критическими для оппозиции моментами. Теперь вернемся к Бостонскому теракту. Как вы помните, мы предположили, что главная его цель – рассказать простым американцам и европейцам о существовании проблемного Северного Кавказа, эдакого российского Афганистана – родины террористов, с которой Россия не может справиться своими силами. И через это подготовить общественное мнение к новым событиям, вероятно, весьма трагичным, учитывая приближение Олимпиады 2014 в Сочи. Так вот, западные СМИ, будто услышав наши предположения, дружно ринулись их подтверждать. Давайте почитаем материалы ведущих газет на неделе. The Wall Street Journal пишет «США не обращают внимания на сепаратистские войны Чечни с Россией и подавление России мусульманских меньшинств. Вашингтону следует активнее решать проблемы Северного Кавказа. Не нужно также забывать, что Олимпиада в Сочи вблизи Северного Кавказа может оказаться самой опасной за 40 лет. Financial Times поддерживает Кто-то захотел экспортировать террор на Запад. Москва утратила авторитет на Северном Кавказе, а никто другой его не приобрел. Москве следует пригласить на Северный Кавказ ОБСЕ и Совет Европы, ранее изгнанные оттуда, и приступить к длительному процессу интеграции Северного Кавказа в Большую Европу. Помимо этого, высока вероятность терактов на Олимпиаде в Сочи. Вашингтон Таймс добавляет «Чеченские сепаратисты сделались радикальными исламистами и действуют в рядах террористов в других странах. Наилучший подход – атаковать самих террористов за рубежом, а не строить линию Мажино на нашей территории». The Christian Science Monitor разъясняет читателю, что терроризм чеченцев против России и против Америки – это две разные вещи. Если американские спецслужбы делают все для того, чтобы избежать жертв среди мирного населения во время обезвреживания террористов, то российские могут попутно легко уничтожить несколько сотен мирных жителей. А так как приближается Олимпиада в Сочи, то российские силовики будут действовать еще жестче, на что США не имеет права закрывать глаза. Обратите внимание на следующие факты. Все вышесказанное пишут не какие-то мелкотиражные желтые газетенки, а авторитетнейшие на Западе СМИ, которые и формируют общественное мнение. Это первое. Второе. Если в первые дни после теракта американские СМИ высокопарно заявляли о том, что у террора нет национальности, то теперь их благородство как ветром сдуло. Внимание читателя осознанно заостряют на том, что это были чеченцы. Так и рождается предсказанная нами логическая цепочка. Чеченцы, мусульмане, радикалы, враги, Кавказ, Россия. Западный обыватель, воспитанный на голливудских боевиках, доверчив как ребенок. Поэтому такая примитивная связь легко укладывается в его голове. Что, собственно говоря, и требовалось. А вот о чем западные СМИ молчат, так это о том, что по последней информации Тамерлан Царнаев, предполагаемый организатор теракта, был завербован грузинскими спецслужбами через так называемый Кавказский фонд. Этот грузинский фонд под видом общественной деятельности вербовал молодежь Кавказа для выполнения различных задач, в том числе для проведения террористических актов. Ирония же состоит в том, что Кавказский фонд действовал под покровительством американской НКО Джеймс Таун. Данное НКО тот еще рассадник антироссийских деятелей. Некоторое время в совет его директоров входил известный идеолог Збигнев-Бжезинский, фигура, не нуждающаяся в отдельном представлении. Кроме того, Джеймс Таун в 2010 году обратился в Международный Олимпийский комитет с просьбой не проводить Олимпиаду в Сочи, мотивируя это событиями Кавказской войны, внимание, 19 века. Итого, картина складывается весьма любопытная. Спецслужбы США через грузинский фонд вербуют Царнаева, обрабатывают его идеологически и толкают на совершение теракта в Бостоне. Сам Царнаев, конечно же, не понимает, что его используют в темную, а всерьез думает, что мстит США за притеснение мусульман. Взрыв в Бостоне запускает информационную кампанию, имеющую целью доказать неспособность России поддерживать порядок на Северном Кавказе, а значит и обеспечить безопасность Олимпиады. Из чего логически вытекает недееспособность российского руководства и необходимость США взять ситуацию в свои руки. Все, как в старом добром боевике про спасение мира. Это, конечно, конспирология, и в противовес ей можно выдвинуть еще десяток версий, но на наш взгляд это пока самое правдоподобное. В любом случае, впереди нас определенно ждут новые провокации, теракты и информационные атаки. Конечная их цель одна – ослабить нас до предела любыми способами. Наша же задача – вовремя распознать их и по возможности контратаковать.